Природные явления. Что мы о них знаем и какими они бывают? Обычная гроза. Одно из самых частых явлений, которое мы с вами можем наблюдать. Но даже оно вызывает у нас бурю разных эмоций. Какие еще удивительные явления природной силы скрывает наша планета? Подписка, лайк и комментарий абсолютно бесплатно. Хочешь нас поддержать? Потрать пару секунд. Как большинство из нас представляет водоворот? Наверное, это огромных размеров воронка, вращающаяся на огромной скорости. Хватающая и затягивающая на морское дно не только неосторожных людей, но также и лодки и огромные корабли. Водоворот несет смерть и погибель всем, кому не повезло в него угодить. Такими их описывают в художественной литературе и показывают в фильмах. На деле же все не так страшно, ведь большинство водоворотов не опасны и имеют небольшой размер и скорость вращения. Но есть водовороты, которые обходят стороной даже самые большие корабли и опытные моряки. Один из таких находится в Норвегии и называется Сальстраумен. Это самое сильное проливное течение в мире уютно устроилось в небольшом проливе. Вода здесь развивает скорость до 58 километров в час. Массивные водовороты до 13 метров в диаметре и 8 метров глубиной возникают здесь каждый раз, когда сталкиваются два разных течения. Это очень опасное место, за которым местные газеты следят каждый день и публикуют данные о его силе, чтобы рыбаки и простые туристы были на чеку. Голубая дыра Многие видели это фото. На нем изображена голубая дыра в белизе, которая является самой большой. Ее размер составляет 305 метров, а глубина 120 метров. И таких глубоких дыр десятки в разных уголках мира. Образовались они еще во времена ледникового периода. В результате вымывания трещин в известняковых породах под действием дождевых вод. То есть большинству голубых дыр уже 17 тысяч лет. Но самая популярная голубая дыра не является самой глубокой. Глубокая дыра, претендующая на звание самой глубокой в мире, носит имя Дыра Дракона. И упоминается даже в китайских легендах. В глубину эта воронка достигает 300 метров. Такие глубокие дыры получили огромную популярность у глубоководных дайверов, которые не прочь опуститься в кромешную тьму. Водопад под водой Водопады приковывают взгляд, завораживают своей мощью и красотой. Наблюдать за огромным массивом воды с ревом, несущимся вниз, можно бесконечно. Самый большой на земле водопад в высоту составляет 3,5 километра. Правда, есть одно но. Он подводный. Да, вы все правильно поняли. И находится он на дне Датского пролива, который разделяет Гренландию и Исландию. Причиной возникновения такого водопада становятся различия в температуре и солености разных участков океана, а также рельеф морского дна. На границе акватории с разными условиями и при наличии подводных склонов, плотная вода стремится ко дну заместить менее плотную. Количество воды, перемещаемой в таком виде водопадов, составляет 175 миллионов кубических футов, что в 20, а то и 40 раз превышает объем всех речных вод, впадающих в Атлантику. Подводный вулкан. Под водой, так же как и на суше, существует вулканическая активность. 70% всей вулканической активности происходит именно под водой. Подводные вулканы находятся глубоко на дне океана. На одном только дне Тихого океана может быть до миллиона вулканов. Это примерно в 750 раз больше, чем на суше. И извергаются они так же сильно, как вулканы на Земле. Зачастую именно подводные вулканы являются основным источником цунами на Земле. Также они представляют опасность для маленьких кораблей и лодок, так как при своем извержении выпускают пузырь, размер которого может достигать 100 метров. Такой пузырь способен перевернуть маленький корабль или лодку. Какими бы они ни казались опасными и приносящими только проблемы, подводные вулканы оказывают положительное влияние на рост популяции морских животных и растений. Также в результате деятельности таких вулканов могут образовываться острова. Например, остров Реюньон в Индийском океане, на котором успешно живут люди. Вулкан. Наша планета вся покрыта вулканами. Если они есть и под водой, что уж говорить о суше. На Земле насчитывается полторы тысячи вулканов, которые хотя бы единожды извергались за последние 10 тысяч лет. Правда, только 600 из них извергались во времена человека. И среди них есть один, который мог стать причиной конца света. Это вулкан Тоба. Предпоследнее извержение которого привело к сокращению численности различных видов живых существ, включая человека. Это был так называемый эффект бутылочного горлышка. На Земле вулканов такой мощности и угрозы насчитывается порядка 20. И все они могут привести к непоправимым изменениям в климате. Или даже к концу света. Но не стоит переживать раньше времени. Ведь такие вулканы извергаются всего лишь раз в 100 тысяч лет. И последнее было 26 тысяч лет назад. Так что у человечества все еще есть время, чтобы продумать план по спасению. Грязная гроза. Но не только большими извержениями могут пугать вулканы. В природе встречается крайне редкое явление, названное грязной грозой. Когда сталкиваются большие электрические потенциалы в виде отрицательно заряженной золы и положительно заряженного вулканического газа, в вулканическом шлейфе возникает молния. Грязную грозу можно было наблюдать в 2010 году. Во время извержения вулкана... Пожалуй, вы сами прочитаете, как он называется. Первые же упоминания такого вида грозы датируются 79-м годом, когда произошло извержение Везувия. Всем нам известного вулкана по печальной картине «Последний день Помпеи». Вся эта устрашающая сила вулкана хорошо сочетается с драматической силой молнии, создающей впечатляющее природное явление, которое мы можем наблюдать в жизни. Огненная торнадо. Торнадо – одно из самых разрушительных природных атмосферных явлений на Земле. Но существует еще более невероятно красивый вариант торнадо – огненная. Это очень редкое явление, которое может возникнуть как на месте природных лесных пожаров, так и на местах пожаров или бомбардировок. Огненный торнадо образуется в тех редких случаях, когда возникшие разрозненные очаги пожаров объединяются в один. При этом воздух над ними нагревается, его плотность уменьшается, и он поднимается вверх, образуя тягу. Во время огненного торнадо может возникнуть столб огня, разогретый до 1000 градусов Цельсия, и поднимающийся в атмосферу на расстояние до 5 километров. При этом такой торнадо засасывает и сжигает все вокруг. И, к сожалению, его нельзя потушить, пока в зоне его действия не сгорит все, что может гореть. Конечно, столь разрушительное огненное торнадо возникает нечасто, но одно из них в 1923 году в Японии, длившееся всего 15 минут, погубило почти 40 тысяч человек. Но не только на Земле можно наблюдать удивительные и опасные природные явления. В нашей Солнечной системе есть нечто, которое никто из нас не сможет представить. Это большое красное пятно на газовом гиганте Юпитере, размеры которого поражают воображение. Так, в 2015 году его ширина составила 16 тысяч километров, а вот в конце 19 века его размер составлял 41 тысячу километров. Для сравнения, средний диаметр Земли составляет 12 742 километра. Этот факт уже поражает воображение. Но это еще не все. Скорость вращения гиганта составляет 500 километров в час, а глубина составляет 300 километров. Это более чем в 50 раз глубже всех земных океанов. Бушует этот гигантский вихрь уже более 300 лет, постоянно меняясь. И, к сожалению, этому невероятному природному явлению не нашей планеты приходит конец. Многие ученые полагают, что большое красное пятно начинает разваливаться на мелкие части. И вскоре полностью исчезнет. Это еще не все природные явления, о которых можно рассказать. И если вы хотите увидеть продолжение, тогда подписывайтесь на канал, нажимайте лайк и пишите в комментариях, какие природные явления вы наблюдали в жизни. Нам будет интересно узнать именно вашу историю. Нажимай на колокол и смотри новые видео первым. Еще увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok